Братья, пожалуйста, откройте свои Библии. Кремленам, глава 3. Мы начнем со стиха 23. Но прежде я хотел бы сказать, что это правда, то, что только что сказал брат. Нет великих мужей или жен Бога. Никогда не было и не будет. Есть только маленькие мужи и жены Бога. Слабые, нуждающиеся в великом Боге. Милостивым, праведным, богатым любовью. Порой мы слишком сосредоточены на людях. И если человек идет путем Бога, то это только по милости Бога. Если человек не совершает греха, то это только сила Божия, которая его держит. Удерживает от совершения греха. Вся величие, вся сила в Боге. В последние времена мы видим, как Бог производит нечто. Поднимает пророков, которые заботятся о распространении истинного Евангелия. Но мы должны беречь себя от того, чтобы не совершить ошибку, ошибку в забвении Бога. Мы должны уважать мужчин и женщин, которые идут путем Бога. Но мы должны признать, что все доброе исходит только от Отца Света. Мы дорожим братьями и сестрами, но поклоняемся Богу. Особенно в этот час, когда мы находимся в этом великом месте. Для меня это честь находиться здесь, в этом месте, которое так много значит для многих людей по всему миру. Это честь для меня быть здесь вместе с вами. И сказать, уже 20 лет я не проповедовал на испанском. Но надо отдавать в себе отчет, что мы находимся здесь для того, чтобы увидеть больше Иисуса и больше услышать Его Евангелие. Братья, давайте признаем, что на протяжении всей истории, когда Бог послал Своё спасительное Слово в этот мир, существовали люди более достойные, чем мы. Мудрые цари, учителя, пророки, которые искали, которые жаждали увидеть то, что мы увидели. Они жаждали испытать то, что испытали мы. Я не думаю, что это будет преувеличением сказать, что мы являемся людьми наиболее благодетельствованными, чем кто-либо, кто жил до нас. Но благодеяния, оказанные нам, возлагают на нас ответственность. Мы стали свидетелями славы Божьей на Голгофском кресте. Действительно, это привилегия. Но вопрос заключается в том, как мы на это ответим. Как мы будем жить? Как мы станем проповедовать? Встреча с того, что мы получили. Иногда, когда в собраниях, я говорю, что буду учить Евангелие, на меня смотрят и как бы задают вопрос, «Зачем? Мы уже знаем Евангелие». Братья, нас ждет вечность на небесах, но мы все еще не понимаем, что такое Евангелие. И мы не сможем подняться на вершину этой горы. Человек может посвятить всю свою жизнь, каждый день, каждый час, только лишь изучению Евангелия Иисуса Христа. И в конце своей жизни, даже будучи самым талантливым, самым умным и самым духовным, в конце своей жизни он не постигнет и десятой части. Но это не является нашей задачей, как проповедников. Многие думают, что главной задачей проповедника является проповедовать. Нет. Самой главной задачей проповедника является углублять свое откровение Господа Иисуса Христа в себе и после этого проповедовать. Как я попытаюсь показать в моей проповеди, в сегодняшнем мире Церковь страдает от поверхностного Евангелия, которое проповедуется поверхностными людьми, используя поверхностные доктрины. «Братья, мы получили величайшую власть, большую, чем у королей и президентов. И мы должны соответственно к этому относиться со страхом, с благоговением, помня, что тот, кто много получил, с того многое спросится. Сейчас обратимся к римлянам, глава 3, со стиха 23-го. «Все согрешили ведь, и сияние Божие лишены, а оправдываются без заслуг только Его благодатью через искупление во Христе Иисусе. Бог сделал так, что через Него совершилось умилостивление и примирение, поверив в пролитую кровь Его. Этим Бог показал, что был справедлив, и прежде, когда Он толкотерпение оставлял грехи без наказания, так и ныне являет Он правду Свою, то, что праведен Он Сам и оправдывает верующих в Иисуса. Допустимо ли тогда хвастовство? Исключается полностью. Исключается полностью. Исключается полностью. Помолимся. Отец, я приближаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа. Я признаю, что вне Его я не имею общения с Тобой. Я также сознаю, кто я в Нем. И ради Его славы я прошу Тебя, чтобы Ты мне помог. Проповедовать, говорить о Нем. Господь, когда я проповедую моим собственным языком, когда произношу Мои проповеди о Нем, Я нуждаюсь в Тебе. Я хочу, чтобы Он был прославлен. Ему, Ему вся слава, Твоему Сыну. Во имя Иисуса Христа, через Его крест. Аминь. Прежде чем начать, я хочу узнать, когда мне нужно закончить. У меня нет часов. Хорошо, сможете мне вот так показать? Потому что, в противном случае, я буду проповедовать пять часов. Слово Евангелие происходит в греческом «Благая весть». «Радостная весть». Это прекрасная новость. Самая лучшая. Это послание имеет исключительное значение, но не похоже на послание людей. Это послание всех посланий. И Евангелие — это истинно «Благая весть». Но надо отдавать отчет, что для того, чтобы понять «Благое послание», нам также надо сначала узнать плохую новость. И сегодня это большая проблема. «Если мы любим людей, нам нужно говорить им истину об этом, о их положении перед Богом. Если мы не будем проповедовать о грехе, если мы не будем прикладывать усилия к тому, чтобы проповедовать, основываясь на библейском понимании, что такое грех, это будет ярчайшим показателем того, что мы больше любим себя, а не других. «Если я тебя люблю, если я целостный человек, если я настоящий врач, и если у тебя рак, то я должен тебя предупредить о плохих новостях. В противном случае я лицемер. Я негодяй. Сегодня есть много проповедников, которые проповедуют в своей манере, потому что они любят себя, а не собрания, не грешников. Поэтому мы должны находить возможность проповедовать людям о том, что они грешники. Древние проповедники были такими. Они опирались на закон, не проповедовали святость Бога. Они использовали все, что находили в Писании, для того, чтобы всех убеждать в том, что они грешники, потому что только грешник ищет спасение. И только грешник может прославлять Бога. Не так ли? Когда он получает милость, которую знает, что он в ней нуждается. Нам нет необходимости быть людьми грубыми. Мы должны быть милостивыми, любящими. Но тем не менее, в любви мы должны объяснять, убеждать людей в том, что они грешники. И мы можем видеть это в этом тексте. Не только в этом тексте, но и в других, в послании к Кремленам, главе 3. Мы можем видеть Павла, который обладал высочайшей мудростью, мудростью от Бога, апостол апостолов, миссионер миссионеров, богослов в богословах. И он использовал все дарования, которые дал ему Бог с одной единственной целью — осудить мир, осудить мир, чтобы весь мир стал искать Бога. И спасение мира на кресте Иисуса Христа. Слово «грех» происходит из греческого означает «збиться», «ошибаться», «не попадать в цель». Подобно тому, как лучник выпускает стрелу за стрелой и никогда не попадает в цель. В катехизме Вестминстера определение греха таково — это несоответствие закону Божию или отход от него. Если мы будем говорить в подобных терминах о грехе, то те, кто нас будут слушать, подумают, «грех — это не есть что-то такое плохое, грех — это лишь человеческая ошибка и ничего более». Но Библия нас учит, что в действительности грех — это нечто ужасное. Таким образом, как мы сможем убедить людей, что грех — это нечто столь ужасное, как об этом говорит Библия? Мы можем начать изучать закон с ними, можем пройтись по многим местам Писания с ними, можем говорить о многом, можем показать им крест, на котором умер Христос за грехи. Но откуда нам следует начать, так это с Личности самого Бога. Посмотрите, наш грех не был бы такой проблемой, если бы Бог был таким, как мы. Если бы Бог не был милостивым, безгрешным, справедливым, то проблема греха не существовала. Но Библия учит, что Бог свят, свят, и только в свете Божьей праведности люди могут увидеть, как ужасны грехи. Таким образом, если вы хотите проповедовать Евангелие, братья, если вы хотите проповедовать Евангелие, вам надо говорить о том, кто такой Бог. Когда мы грешим, мы не грешим на суд маленьких людей. против когда мы грешим, мы грешим против Творца Вселенной, Царя Царей, против Того, Кто создал все и Кто поддерживает все. Хотел бы привести пример. во время сотворения мира Господь приказал звездам, и они заняли свое место в пространстве. Все звезды подчинились Ему. Он приказал планетам вращаться по пути, которые Он предначертал для них, и они подчинились. Он приказал подняться горам, и они поднялись. и Он приказал незимным, чтобы они опустились, и все Ему подчинились. Он приказал морям, вы подойдете до этого предела, и не перейдете его. И моря смирились, и подчинились. а позже Он говорит людям, придите, но они отворачиваются и говорят нет. Но в конце, в день суда, все творение поднимется и осудит человека за его неподчинение, Богу, который достоин всей славы Нашей любви, нашего восхищения, каждой нашей мысли достоин всего, что у нас есть в нашем теле, в нашем сердце. Но мы его отвергаем и отвергаем. человек не имеет представления о том, что такое грех, до тех пор, пока он не познает Бога, как его отображает Библия. Одна из наиболее серьезных проблем сегодня заключается в том, что люди не знают, точнее, не так. Проблема заключается не в том, что люди не знают, что они грешники. Они знают, но им все равно. И им все равно, потому что они не знают, кто такой Бог. И они не знают, кто такой Бог, потому что проповедники не проповедуют о Боге. Если я буду посещать вашу церковь, скажем, три или четыре года, сколько проповедей я услышу о атрибутах Бога, о его характере, свят, свят, его заповедях, о его деяниях, о его воле, грешники не боятся Бога, потому что не знают, кто Он, и не знают они, кто Он, потому что проповедники не проповедуют о самом важном, о познании Бога. Иеремия 9.23 Так говорит Господь, да не хвалится мудрец своей мудростью. Сегодня есть много проповедников, которые учат маленьким истинам, которые помогут тебе привести в порядок твою жизнь. они учат маленьким вещам, которые помогают людям сделать их жизнь более комфортной, чтобы люди смогли воплотить свои мечты. Братья, мы люди Божьи. И нашей главной задачей является говорить людям, кто такой Бог. Кто такой Бог? Да не хвалится мудрец своей мудростью, и силач да не кичится силу. Не следует богачу гордиться богатством своим. А кто хвалится, пусть хвалится тем, что знает меня и понимает. Знает меня и понимает меня. Мы здесь видим две стороны одной истины, которая очень важна. Понимать деяние Бога. понимать библейские истины, но не только понимать то, чему учит Библия, но познавать Бога. В отношениях. Скажем, врач знает гораздо больше о моей жене, в смысле того, как функционирует ее тело. он знает намного больше, но он не знает ее так, как ее знаю я. Нам всем надо больше изучать Писание. Нам нужно перестать распыляться, отдавать свое время незначительным вещам и посвящать свое время изучению Писаний. Часами я не говорю о минутах, я не говорю об изучении Писания только для того, чтобы подготовить проповедь. Я говорю о том, что нам надо изучать Писание, чтобы познать Бога, для того, чтобы быть измененными им. Но изучение Писаний это нечто большее, чем просто постижение информации. Это отношение, это жизнь в преданности, личная молитва. Если я хочу быть человеком Бога, мне надо проводить больше времени с Богом, чем с кем-либо еще другим, для того, чтобы, когда я выхожу говорить перед людьми, из моих уст исходило Слово Бога. Говоря о евангелизации, проблема часто заключается в нас, учителях, которые не в состоянии садиться, склоняться у ног к Богу, чтобы изучить Его Писание. Нам нужно быть людьми, которые боятся Бога, которые любят Бога. людьми, которые живут в Его присутствии, для того, чтобы, когда мы станем говорить о свойствах Бога, Его святости, Его справедливости, Его любви, Его милосердии, Его гневе, Бога. бы не были как попугаи, которые говорят одно и то же, повторяю то, что услышали, но мы бы говорили истины, которые часть нас самих, которые внутри нас. братья, братья, вы можете научиться тому, как лучше проповедовать Евангелие посредством этой конференции, но это не означает, что вы станете людьми Бога. Божий человек проводит много времени на коленях, молясь и изучая Писание. Таков признак Божьего человека. Не таланты Его, не большие церкви, большие собрания. А кто хвалится, пусть хвалится тем, что знает Меня и понимает. Ибо Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо в этом Я нахожу отраду. Таково Слово Господь. Если вы хотите быть проповедником Слова Божия, то вашим главным стремлением должно быть познание Бога. Познание теологическое, а также познание личное. Вы не должны просто теоретически познавать Бога, вы должны ходить с Богом. Ночью, когда ты не спишь, в бодрствовании, вне всякой суеты, наедине с Ним. Таких проповедников мы нуждаемся сегодня. Есть текст оси 4-6. Мой народ истреблен из-за недостатка знания. Как вы отвергли знания, так и я отверну вас, мои священники. Как вы забыли закон вашего Бога, так и я забуду ваших детей. Каким был самый больший грех Израиля? Недостаток познания Бога. И отцы, учителя, проповедники, священники Израиля, они пренебрегали писаниями. И по причине их невежества они пострадали. Сегодня я посещаю много церквей. я вижу, как прихожане этих церквей страдают, потому что они не получают знания о Боге. И они не получают знания, потому что проповедники не проповедуют о Боге. А проповедники не проповедуют о Боге, потому что они не изучают Писание. Они изучают Писание, потому что им все равно. И никакая конференция о евангелизации не решит эту проблему, пока учителя, пока пасторы не раскаются и не вернутся к истокам, к ногам Бога, посвящая свою жизнь познанию Его. Первое послание Коринфянам, глава 15, стиха 34. Здесь есть текст, который настолько важен, но, однако, им очень часто пренебрекают. «Отрезвитесь, как вам и должно, и перестаньте грешить, ведь некоторые из вас не знают Бога». Я говорю это к вашему стыду. Посмотрите, что говорит Павел. Существует связь, прямая связь, между отсутствием познания Бога и моральным состоянием собрания. Вы мне скажете, Павел, но какое отношение это имеет к евангелизации? К евангелию. Но то, что влияет на церковь, также влияет и на людей неверующих. Когда отсутствует понимание Бога, так как его дает Библия, люди создают своих собственных богов. И эти боги, которых они создают, являются ничем иным, как продуктом их воображения. Поэтому они не страшатся дня суда, поскольку Бог, которого они ждут, Он такой, как они. В Ветхом Завете и в Новом Завете для погибающего мира и для церкви верующих обозначена самая величайшая нужда. Это Бог, которого люди знают и которого проповедуют другим людям. Когда я проповедую в самолете или в автобусе или на улице, с чего я начинаю? Из греха человека? Никогда! Я начинаю с того, что говорю, кто такой Бог. Я приведу вам пример. Представьте себе преступника, который заключен в тюрьму. Он должен предстать перед судом, перед судьей. И вот приходит день суда, и он совершенно спокойно. Абсолютно спокойно. Он счастлив. У него нет никаких проблем. Приходят стражи и ведут его в суд. Но он остается спокойно, счастлив. Он улыбается, спокойно говорит. Он подкупил судью. Он знает, что судья так же порочен, как и он. Поэтому он счастлив. Но когда он приходит в здание суда, он видит, что судью поменяли, и поставили справедливого судью. И его поведение меняется. Я только что показал вам работу проповедника. Человек думает, что у него нет никаких проблем с Богом, поскольку у Бога нет проблем с ним. Он думает, что он и Бог друзья. Что они договорились обо всем. Но когда человек узнает, кто такой Бог, все меняется, и человек кается, либо же он начинает сражаться против Бога еще сильнее. Но что-то из двух должно произойти. Кремлинам 3, 23. «Вид все согрешили и все лишены Божьей славы». И мы здесь показали, что никто не понимает этой фразы. Только эта фраза становится понятной в свете Божьих свойств. Поэтому проповедники, пасторы, евангелисты посвятите себя тому, чтобы говорить о свойствах Бога. Но также он говорит здесь «И все лишились Божьей славы». Если посвятить некоторое время изучению попыток интерпретировать этот текст, можно увидеть интересный процесс революции, который проходит под влиянием идей нашей культуры. Сегодня, когда кто-то читает этот текст, большинство проповедников говорят, у Бога есть прекрасный план на твою жизнь. И Он не может реализовать этот план в твоей жизни, поскольку ты этого не хочешь. У Бога столько мечтаний относительно тебя. Он хочет сделать так много прекрасных вещей в твоей жизни. И все эти планы, все эти замечательные вещи, Бог хочет, чтобы они осуществились в твоей жизни. Но ты не хочешь сотрудничать с Ним. Но, однако, братья, мы ничего подобного не находим в этом тексте. Этот текст надо понимать в свете послания к римлянам, глава 1, 21 стих. Потому что, хотя они и знали о Боге, тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям. Человек был создан не для того, чтобы воплотили в жизнь его желания, его мечты, плотские. Человек был создан для славы Божьей и для служения Богу в соответствии с Его волей. И только следуя этой цели, человек обретает жизнь и мир. Агустин сказал, «Господь, Ты нас создал для Тебя, и наш покой мы можем найти только в Тебе». Братья, мы не должны учить людей только тому, что они грешники. И мы не должны учить их тому лишь только, кто такой Бог. Мы должны показать им тщетность жизни, отделенной от Бога. Такая жизнь пуста. Иногда, когда я так проповедую, некоторые говорят, это человек постоянно говорит о грехах, столько говорит. Он говорит о пустоте жизни так часто, постоянно. Почему? Я проповедовал очень много, в течение 35 лет. Я следовал примеру тех, кто проповедовал до меня на протяжении всей истории церкви. И я знаю, что если ты хочешь быть евангелистом, то это твоя задача – говорить о грехах людей и говорить о тщетности жизни. не для того, чтобы оставить их без всякой надежды, но для того, чтобы они увидели, что их единственная надежда – это милость Бога, которая куплена дорогой ценой, жертвой Иисуса Христа. Когда я иду и проповедую на улице или в университете, моей главной задачей является разрушить праздник. Это моя главная задача, моя работа. чтобы затем показать им путь к настоящей жизни. Моя мама умерла от рака, ревностная христианка. Она была очень волевым человеком, почти такая же, как представители Латинской Америки. Я не совсем такая, как латиноамериканка, потому что я женился на латиноамериканке, и она обладает силой воли, еще более сильной, чем моя мама. Но врач… Вы знаете, иногда попадаются врачи, которые не очень хороши, которые не заботятся о своих пациентах. Но этот врач был другим. Он действительно заботился о моей маме. Чувствовалось, что он любил мою маму. И он знал, что у моей мамы сильная воля. Он знал, что она не примет свой диагноз. Поэтому он зашел в палату, и у него было много с собой анализов. И он сказал, госпожа Уошер, я должен вам сказать, что у вас рак, и ситуация очень тяжелая, и нам нужно прямо сейчас что-то делать. Но она сказала, у меня нет рака. Я работаю в деревне, ухаживаю за коровами, за садом. Я сильнее, чем вы. Но, госпожа Уошер, вот показания. Вот еще анализы. Еще, еще. И таким образом этот человек убеждал мою маму. Он причинял ей боль. Он разрушал ее благодушное настроение. И мама стала плакать. В конце она стала очень сильно плакать. И что нужно было делать мне? Мне, ее сыну, который сидел рядом с ней, нужно было мне подраться с врачом по причине того, что он заставил плакать мою маму? Я относился с симпатией и уважал врача. Почему? Он говорил ей очень-очень тяжелые вещи. Потому что он был настоящим врачом. Потому что он знал, что единственным путем спасения, точнее, для того, чтобы начать путь к спасению, для того, чтобы начать этот путь, ей надо было признать, что она умирает. Подобным же образом, когда я проповедую людям, особенно на улице, я не хочу звучать грубо, спорить с ними, но постепенно я представляю им доказательства и разрушаю их аргументы. Я постепенно разрушаю этот мир, которым они себя окружили, пока они не начинают видеть, что они погибают, что их жизнь лишена смысла. И иногда бывает так, братья, что приходится проводить с человеком часы, месяцы, до тех пор, пока он не начинает видеть. Такова работа проповедника, евангелиста. Такова истинная проповедь Евангелия. Но я бы хотел сказать еще нечто. Сегодня я вижу много проповедников, которые когда проповедуют о грехе человека, которые называют людей грешниками, они это делают, не имея к ним любви в сердце. Они это делают без слез. Они не делают это с милосердным сердцем. Они проповедуют это с гордостью в сердце. И это ужасно. Когда проповедовал Джонатан Виссио, из его глаз постоянно текли слезы. Он умолял людей, чтобы они признали свой грех, чтобы они вернулись к Богу через Иисуса Христа. Я хотел бы пройтись по некоторым текстам для того, чтобы показать, как мы должны обращаться к Писаниям, чтобы убедить людей, что они грешники. Но, возможно, вы скажете мне, Павел, он ведь Дух Святой должен убеждать. Да, я знаю. Но это также и наша задача. Пользоваться Писаниями как мечом. Мы также являемся инструментами Духа Святого. И Дух Святой использует слово проповедника, чтобы убедить людей в том, что они грешники. Бытие 6.5 Здесь говорится, «Увидел Господь, что велико развращенные людей на земле, лишь к злу устремленными мыслями занят их ум непрестанно». Я один раз проповедовал, и после проповеди ко мне подошел один репортер и сказал мне очень возмущенно, «Я не согласен с вашей интерпретацией Бытие 6 главы 5 стиха». А я сказал, а я его не интерпретировал, я его прочитал. Это вы его интерпретировали. И очень правильно интерпретировали мои поздравления. Это то, что говорит Библия о человеке, и это истина, братья. Если бы я обладал способностью знать все ваши мысли, и если бы я мог показать все эти мысли здесь, в этой аудитории, если бы я мог показать все эти мысли, которые посещали вас на протяжении вашей жизни, вы бы убежали со стыдом из этой аудитории. И никогда не вернулись назад. Откуда я это знаю? Я пророк? Нет. Это говорит Библия. И я такой же. И когда свидетельствует Библия, то совесть говорит «Аминь». Аминь. Это правда. Бытие, глава 8, стих 21. Ведь его помыслы и стремления человека уже с детства порочные. Обратите внимание, Библия говорит это обо всех нас, с самого детства. Здесь не говорится о молодом возрасте, о юном. Нет, говорится о детстве. И истинность этого текста подтверждает наша повседневная жизнь. Нужно ли учить ребенка, как врать? Нужно ли учить ребенка, как поступать эгоистично? Нет, он уже таким рождается. Он рождается со склонностью врать. Он склонен к эгоизму и к другой аморальной деятельности. Однажды я гулял по берегу реки Амазонки, у ее истоков, в Перу. Я гулял там, и я увидел двух детей, мальчиков лет 8 или 9. Они играли. И я думал, как это прекрасно. Два мальчика невинные. Они играют здесь, они далеко от порочного мира. Как мило. Я продолжал идти, но минут через пять я решил вернуться. И что я увидел? Эти два мальчика дрались не на жизнь, а на смерть. До свидания, рай. Добро пожаловать, Каин и Авель. Представьте себе ребенка. Мы его помещаем в комнату, в которой находятся самые лучшие на свете игрушки. самые лучшие игрушки из когда-либо существовавших. И вы ему даете игрушку за игрушкой, пока не находится одна игрушка, которая ему не нравится. Он ее отбрасывает, но вы даете снова. Он снова отбрасывает, и вы снова ее даете. Как вы сможете поменять отношение ребенка к той игрушке, которую он ненавидит? Одним способом нужно привести другого ребенка. Посадить этого ребенка перед первым ребенком и дать ему в руки эту игрушку. И что произойдет? Третья мировая. И, братья, вся история. Вся мирская литература. Классическая литература. Вся философия. Мирская философия. И, конечно же, совесть. Газеты. До сегодняшнего дня свидетельствуют, что человек является грешником. Но человек не является грешником, потому что грешит. Он грешит, потому что грех вытекает из его природы. Псалом 50 говорит, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Еще один пример, и далее перейдем к тому, как отвечает Бог на наш грех, если у нас останется время. Исайя 64, 6. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас». Я работал с людьми, которые страдали проказой. Проказа – ужасная болезнь. Представим, что мы сегодня идем к человеку, страдающему проказой. Мы ощущаем зловоние. Мы видим кровь, которая вытекает из его тела при каждой пульсации. Слабонирным людям тяжело вынести это. Это нечто ужасное, братья. Но представим себе, что мы хотим помочь этому человеку. Мы посылаем какого-то человека в магазин очень эксклюзивной одежды в Лос-Анджелесе. И он покупает одежду из шелка, очень-очень изысканную, или шелковую ткань. И вот он возвращается с этой тканью, и мы оборачиваем человека, страдающего проказой этой тканью. На мгновение он кажется очень красивым. Но что произойдет дальше? Выделение его тела проступит через ткань. И ткань примет такой же отвратительный вид, как и сам человек. Таков аргумент для людей, которые полагают, что человек может спасаться делами. Поскольку поступки человека проистекают из его природы, испорчены. Сейчас перейдем к посланию к римлянам, глава 3. Там есть нечто очень важное. Апостол Павел, в 3 главе, послание к римлянам, с 10 стиха. С 10 по 20. Если вы захотите взять уроки евангелизации у меня, мы проведем много времени, изучая эти тексты. Почему? Это заключение всего того, о чем говорил Павел, писал Павел. Здесь мы можем увидеть стратегию Павла, который убеждал людей. Он использовал разные аргументы. Здесь он обращается не только к язычникам, но и к иудеям. Он заканчивает свое обращение, приводя различные тексты писаний. Текст за текстом. Я поступаю так же, когда занимаюсь евангелизацией. Как и в собрании, так и с отдельными людьми. Текст за текстом. До тех пор, пока через Писание, и с силой Духа Святого, которая проявляется через Писание, человек становится способным видеть свой грех. Как написано, нет праведного, ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодных. Нет делающего добро, нет ни одного. Каждым текстом он уничтожает аргументы. Иудеев. Все совратились с пути до одного негодных. Нет делающего добро, нет ни одного. И он продолжает, пока не приходит к стиху 19. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит стоящий под законом. Целью Павла, целью его проповеди Евангелия, его главной целью, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Целью Павла в проповеди Евангелия, конечной целью, становится осуждение всех. С помощью текстов, это как если бы осуждённый был здесь, и он его помещает за решётку, чтобы тот не смог отсюда убежать. Затем ставит решётки здесь, и решётки сзади, и цементный пол, чтобы грешник ничего не мог сделать, исключением одной вещи — посмотреть в небо, заключить грешника. И я снова повторюсь, если вы собираетесь работать ножом очень острым, надо это делать с должной осторожностью, с мудростью и любовью. Но вначале необходимо заключить человека, чтобы у него не осталось никаких надежд. Есть история Данкена Кэмпбелла во времена пробуждения в Европе. Существовал ужасный грешник, страшный человек. Он жил в деревне, и однажды во время проповеди Данкена Кэмпбелла пришла жена этого человека и сказала, «Вам надо прийти и навестить чакру». На перуанском так это называется — «чакра». На усадьбу. Надо вам прийти на усадьбу. И Данкен Кэмпбелл спросил, «Зачем? Мой муж, мой муж. Нечто произошло с моим мужем». И тогда он пришел. В старых домах в Соединенных Штатах, а также в Европе, есть такие двери, которые открываются наружу, и они ведут в подвал. Обычно они больших размеров, и они вот так вот открываются. И можно заглянуть в подвал, и можно увидеть фундамент подпорки дома. И там был этот человек. Он обхватил одно из оснований дома. И он кричал, Дух Святой работал. И он кричал, кричал, держась за эту колонну. Он кричал, «Я грешник, я грешник! Врата ада открываются! Я погибну! Я погибну!» Его жена смотрела на это, и затем посмотрела на Данкен Кэмпбелл. «Давайте оставим его пока так, чтобы он еще больше созрел». Братья, проповедники древности поступали точно так же. «Часто мы не проводим достаточно времени, не осуществляем хирургическую операцию с помощью Слова Божьего, чтобы люди познали истину, что они нуждаются в Спасителе». Это, конечно, интересный пример, но действительно, я изучал опыт проповедников прошлого. Часто мы говорим хорошие слова о них, но этого недостаточно. Нам надо брать с них пример. «Я не собираюсь утешать грешника, с которым работает Дух Святой. Я предоставлю его Духу Святому. Возможно, буду с ним рядом с ним в тишине, но я буду ждать, пока он не спросит, «Скажи мне, что мне делать? Я вижу свой грех. Пожалуйста, скажи мне, что есть надежда, что есть спасение». Опять же, необходима мудрость. Время бежит. Сколько у меня еще есть? Десять минут. Теперь давайте посмотрим, что говорит Бог в ответ на грех человека. Сегодня очень принято говорить, что Бог любит грешников и ненавидит грех, но любит грешников. И я хочу сказать вам, что в этой фразе есть правда. Бог любит грешников. И если вы перестанете верить в то, что Бог любит грешников, то в таком случае, пожалуйста, оставьте свое служение. Бог любит грешников. Но в то же время, если мы не разъясним достаточно хорошо этот текст, то он начинает звучать не совсем точно, что Бог только любит грешников, и у Него нет никаких проблем с грешником, у Него есть проблемы с самим грехом. Но Библия учит другому. Псалм 5, 5 и 6 стих. «Ибо ты Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут предачами твоими, ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Обратите внимание на эту фразу. «Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь». Он не уничтожает ложь. Он уничтожает тех, кто говорят ложь. «Кровожадного и коварного внушается Господь». Здесь не говорится, что Бог просто ненавидит акт убийства, но Бог ненавидит убийцу. Салом 7, стих 12. «Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». Сколько раз я слышал евангелистов, которые проповедовали собрания, которые говорили следующее. Первое, что я хочу, чтобы вы поняли, «Бог не гневается на вас». Я понимаю, чего хочет достичь евангелист. Это его цель благородна. Но он говорит нечто, что не совсем точно. В действительности Библия учит другому. Здесь говорится с 13 стиха. «Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает полящие». В еврейской традиции, если ты хочешь что-то подчеркнуть, ты это повторяешь, повторяешь, повторяешь. И здесь приводится фраза за фразой, чтобы подчеркнуть, что Бог не просто разгневан на грешников, но что Бог собирается действовать в соответствии со своим гневом. это то, что Писание называет отмечением. Когда я читаю тексты таким образом в обычном собрании, когда я подчеркиваю гнев Божий не только против греха, но и против грешника, в большинстве случаев люди отвечают мне так. Но прежде всего, Бог — это же любовь. Прежде всего, Он — любовь, и поэтому Он не может ненавидеть. И мой ответ — Бог — это любовь, поэтому Он должен ненавидеть. Но пастырь, как такое может быть? Но любовь никогда не является каким-то нейтральным состоянием. Если я люблю иудеев, могу ли я быть... относиться нейтрально к Холокосту? Если я люблю афроамериканцев, могу ли я нейтрально относиться к феномену рабства? Нет. Если я люблю детей, могу ли я оставаться нейтральной позицией по отношению к абортам? Нет. Если я люблю иудеев, я должен ненавидеть Холокост. Если я люблю афроамериканцев, я должен ненавидеть рабство. Если я люблю младенцев, которые представляют собой воплощенные души, я не могу быть нейтральным, не могу занимать нейтральную позицию в отношении абортов. Я ненавижу аборты. Бог любит праведность. Он ненавидит зло. И если бы это было не так, то на небесах мы бы встретили Бога, как Гитлера. Я слышу еще одно возражение. Евангелие Атеана 3.16. Но Атеана 3.16. Посмотрите на Писание. Бог подлюбил мир. И чтобы вы знали, это мой любимый текст во всей Библии. Евангелие Атеана 3.16. Да, мы находим это в Писании. Но мы также находим и Псалом 5.6 стиха. «Нечестивые не пребудут предачами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Здесь мы находим важный урок в отношении германертики. Библия не противоречит. Если мы интерпретируем какой-либо стих таким образом, что он противоречит другому стиху, то у нас большая проблема. Мы интерпретировали два или более текстов ошибочно. Как свойства Бога находятся в совершенной гармонии друг с другом. Также точно и тексты Писания, которые открывают нам свойства Бога, должны находиться в совершенной гармонии друг с другом. Поэтому, если мы хотим быть христианами в соответствии с библейским пониманием, мы должны утверждать, что Бог любит грешника. Но в то же время мы должны утверждать, что существует и форма ненависти Бога к грешнику. И его гнев обращается на грешника. Я часто слышу от некоторых проповедников, которые говорят, вместо того, чтобы быть справедливым с тобой, Бог проявил милость. Но такими примерами мы должны учить наших детей. Потому что человек, который говорит такие вещи, говорит следующее, что любовь Бога несправедлива. Если ты утверждаешь, что вместо того, чтобы поступать с тобой справедливо, Бог проявил тебе милость, ты утверждаешь, что Его милость выступает против Его справедливости. Бог не может проявлять свою любовь вне справедливости, против Своей святости. Он Бог совершенный, и Его свойства существуют в совершенной гармонии. Я бы хотел привести еще три стиха. В том же Евангелии от Иоанна есть стих 3,18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Бог любит мир. Иоанн 3,16. И Бог осуждает каждого, кто не уверовал в Сына. Иоанна 3,36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но к Нев Божий пребывает на Нем». Прост в том, как мы можем примирить эти две истины. Каждый раз, когда человеческий ум пытается примирить между собой эти истины, сникают трудности, но мы можем прийти к заключениям, которые дает Библия. Я приведу пример. В сегодняшнем современном мире любовь Бога открывается через жертву Его Сына Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. любовь Бога открывается каждому человеку посредством искупительной жертвы Христа. Но мы должны понимать следующее. Представьте себе, любовь Бога или природа Бога исполнена такой славы, такого величия, бесконечного величия, превосходящего наше понимание, что Он может любить даже тех, на кого направлен Его гнев. И одной рукой сегодня на протяжении истории Он сдерживает свой гнев а другой рукой призывает людей. Но в один день, который придет в жизнь каждого, в день второго явления, Иисуса Христа, Бог отстранит Свою призывающую руку и больше не станет призывать и отстранит другую руку и перестанет сдерживать свой гнев. И весь неверующий мир окажется погруженный в гнев Божий. И мы являемся проповедниками этого послания. Величественного послания. людей притикуют и говорят мне, Павел, ты все время нагнетаешь атмосферу, когда проповедуешь. Все время все так серьезно. Да, братья, потому что это серьезные вещи. И я здесь для того, чтобы поднимать вопросы жизни и смерти. Вечной жизни и вечной смерти. И я заканчиваю на сегодня. Завтра мы будем говорить о кресте Господнем. о том, как смерть на кресте проявила все качества Бога. Но пастыри, проповедники, послушайте меня. Мы облагодетельствованы в великой степени. Наша духовная власть велика. У нас так много всего. Мы живем в присутствии Бога. «Ай, де ми, ай, де ми, тьенэс суффициенте». Конференции отнимают много сил. Мы постоянно слушаем проповеди. Мы встаем рано утром, и порой нет времени на молитву. Нет времени на чтение Библии. Братья, никогда мы не должны пренебрегать нашей главной работой, проводить время наедине с Богом. Пусть Бог вас благословит. Благодарю.